Радио «Вера» представляет Чтит память иконы Божией Матери, именуемой Троеручице. Святые мученики Прокол и Иларий пострадали во время гонений на христиан в начале II века. Первым был взят под стражу святой Прокол. Он бесстрашно исповедал свою веру во Христа перед правителем Максимом. Святого пытались под пытками заставить принести жертву языческим богам. Он отказался и предрек правителю, что тот сам скоро будет принужден исповедать Христа истинным богом. Мученика заставили бежать за колесницей правителя. Изнемогая в пути, святой Прокол молился, чтобы Господь остановил колесницу. Повозка остановилась, и никакие усилия не могли сдвинуть ее с места. Сидевший в ней сановник словно окаменел и оставался недвижим до тех пор, пока по требованию мученика не написал своей рукой, что исповедует Христа. Посрамленный язычник жестоко отомстил святому Проклу. Он приказал вывести мученика за город и, привязав к столбу, расстрелять из луков. Когда святого Прокла велик место убийства, его встретил племянник Иларий. Он со слезами обнял дядю и тоже объявил себя христианином. Его арестовали. Святой мученик Прокл под градом стрел молился за своих мучителей. Святой Иларий тоже был приговорен к смерти. Его обезглавили через три дня после смерти дяди, святого мученика Прокла. Христиане похоронили мучеников в одной могиле. И на иконах святых Прокла и Илария изображают всегда вместе. Мученики – основа и фундамент церкви. В память об этом в русской православной церкви литургия совершается на особом платье – антименси, в которой зашита частица мощей святого. Так подчеркивается связь церкви земной и церкви небесной, состоящей из прославленных Богом святых. Вспоминая святых мучеников Прокла и Илария, мы просим их – молите Бога о нас. Преподобный Михаил Малиин родился в IX веке в одной из богатейших семей Каппадокии. Оставив все свое имущество брату Константину, Михаилу 18 лет принял монашество. По прошествии некоторого времени стал священником. Преподобный Михаил был очень сострадательным и человеколюбивым. По его горячим молитвам совершилось много чудес. После многих лет в послушании старцу святой Михаил уединился в пещере. Пять дней недели он проводил в молитвенном сосредоточении и только на субботу и воскресенье возвращался в монастырь для участия в богослужении и причащения святых тайн. Святая жизнь отшельника привлекала к нему учеников. Преподобный Михаил основал для собравшихся вокруг него иноков обитель и дал ей строгий устав. Когда обитель окрепла, преподобный Михаил ушел в еще более отдаленное место. Там тоже возник новый монастырь. Вскоре трудами святого Михаила вся гора покрылась иночистскими обителями. Преподобный Михаил мирно скончался в 962 году после 50 лет непрестанного монашеского подвига. Церковь верит, что святые выступают ходатаями перед Господом. В его святой воле преклонить слух к молитвам о нас, тех или иных святых угодников. Сегодня мы вспоминаем преподобного Михаила Малиена и просим его. Моли Бога о нас. В 10 веке варяги, предки нынешних шведов и норвежцев, принимали деятельное участие в государственной жизни Руси. Они прокладывали новые торговые пути в Византию, участвовали в походах на Царьград, составляли значительную часть населения древнего Киева. Среди них был варяг по имени Феодор. Он долгое время пробыл на военной службе в Византии и принял там святое крещение. У Феодора был сын Иоанн, красивый и благочестивый юноша, исповедавший, как и отец, христианство. Однажды киевские язычники решили выбрать среди юношей и девушек жертву для своих идолов. Жребий пал на Иоанна. Когда об этом сообщили Феодору, старый воин решительно ответил «Не боги это, а дерево. Бог сотворил небо и землю, звезды и луну, солнце и человека. А эти идолы что сотворили? Они сами сотворены. Не дам сына моего бесам». Это был прямой вызов. Вооруженный толпой язычники ринулись к Феодору, разнесли его двор, окружили дом. Феодор с сыном мужественно с оружием в руках встречали врагов. Видя, что в честном бою не одолеть Феодора и Иоанна, осаждавшие подсекли столбы, что держали крышу, и когда те обрушились, навалились толпой на исповедников и убили их. Через сто лет церковь прославила киевских варягов в сонме святых. По преданию, первую церковь в Киеве князь Владимир построил на месте, где стоял дом мучеников Феодора и Иоанна. Средневековый русский писатель, святитель Симон Суздальский, назвал этих святых первыми русскими гражданами Небесного Града. Вспоминая их, церковь молится мученикам. «Святые Феодор и Иоанн, молите Бога о нас». Святая мученица Галендуха в крещении Мария жила в Персии в VI веке. Она занимала высокое положение в обществе, была женой главного жреца. Галендуха отличалась живым проницательным умом. Она много размышляла о мироустройстве, смысле жизни. Персы были огнепоклонниками. Но эта вера не давала ей ответов на все вопросы. Галендуха заинтересовалась христианством. По преданию, ей приснился сон, в котором ангел показал ей ад и рай, мучения грешников и радость праведников. После этого женщина стала молиться истинному Богу. Вскоре она нашла священника, который крестил ее с именем Марии. Новой христианке невозможно было оставаться рядом с мужем-язычником. Тогда муж Марии Галендухи пожаловался на супругу царю Хазрую. Прежние друзья, придворные и их жены убеждали Марию отречься от Христа и вернуться в дом. Но она ответила отказом. Тогда царь приговорил ее к пожизненному тюремному заключению. 18 лет провела мученица в темнице. Ее подвергали издевательствам и пыткам. Но были у Марии минуты радости. Несколько раз ее навещал посол византийского императора, который научил христианку петь псалмы. И вот однажды случилось чудо. Господь укрыл женщину от рук палачей и привел к тайным христианам. А через несколько лет новый царь Хазрой II прекратил гонение на христиан. Мария смогла открыто исповедать свою веру. Она отправилась в паломничество в Иерусалим и мирно скончалась на обратном пути. Святитель Василий Великий говорил, «За раны на теле в воскресенье процветет на мучениках светлое одеяние. За бесчестие получат они венцы. За темницу – рай. За осуждение и злодеяние – пребывание с ангелами». Мы верим, что мученики и исповедники ныне предстоят перед Господом и просим святую Галендуху. Моли Бога о нас! Икона Божией Матери, именуемая Троиручица – чудотворный образ, от которого получил исцеление отрубленной руки преподобный Иоанн Дамаскин. Списки чудотворной иконы Троиручицы распространились во всех православных странах, в том числе и в России. Интересная история списка этой иконы, который находился в Екатеринбурге в Ипатьевском доме во время пребывания там в заточении святых царственных страстотерпцев в 1918 году. Судя по безыскусности письма, этот образ принадлежал не императорской семье, а кому-то из прислуги. Но страстотерпцы совершали свои молитвы и перед этой скромной иконой, которая стала свидетелем их мученического подвига. Икона Божией Матери Троиручицы была найдена в Ипатьевском доме неким офицером, который привез ее в Данию и подарил императрице Марии Федоровне. В дальнейшем Екатеринбургская святыня передавалась по наследству в семье сестры Николая II, великой княгини Ольги Александровны. В 2002 году, в канун празднования памяти образа Троиручица, икона была передана на вечное хранение в Екатеринбургский храм всех святых в земле российской просиявших. Преподобный Симеон Новый Богослов говорил, обращаясь к Богу о чуде, пережитом у иконы Богородицы. «Когда я однажды отошел к причистому образу, рождшей тебя, ты сам стал видим внутри моего жалкого сердца, соделав его светом». Поэтому Церковь почитает иконописные образы Царицы Небесной. В день прославления иконы, именуемой Троиручица, мы просим Пресвятая Богородица, спаси нас!